Музыка Давайте пойдем по ситуации в городе. Николай Кузьмич В последнее время в городе по техническим условиям сложилась экстремальная ситуация по вывозу ТБО но сегодня надеемся, что ситуация стабилизируется будет работать два мусоровоза и с контейнерными площадками будет наведен порядок во всем городе есть технический звой, есть проблемы кадровые но тем не менее я прошу сегодня Эриканцевича так же как и вчера в ручном режиме под свой личный контроль взять эту ситуацию значит если сегодня это не будет выполнено значит будем делать выводы Продолжаем подготовку к зиме к отопительному периоду Парусинка уже готова полностью вчера закончили пастору 15 переваривали теплоцентр и лужак горячей воде русинка готова, паспорта готовности готовы промывка проведена но у нас еще нету актов о прогулке с гостом теплоинага но мы ничего не предоставили акта так, восточные 7-5 с кровлями разобрались перекатали все дырки, то что были наделаны все замазали битумом продолжаем швы делать Федюйцкая 13-17 закончено весь мусор соединился к 13-ю грамм подрядчик все убрал сейчас перешли на садовое 2-4 пошла ну так островы продолжается осталось 2-3 дома не больше в основном уже выполнили все все по лукошке в больнице все нормально? в больнице наша уже все нормально все нормально моем насосные станции чистим их, ревизии проведаем скважины все в рабочем состоянии все готовы это поднимать люки поймали этого товарища 15-летний мальчишка Ивангородский причем из весьма обеспеченной семьи в рамках Ивангорода а люка нашли? ну, как сказать, его отец, конечно, в панике он носится и готов это все возмещать а сами люки не нашли, да? а вот почему в Торчернец туда они их отвезли в Кингисепп? там их сдали БМК на Поросинка работает в штатном режиме значит, 28-я котельная еще в ремонте до следующей среды вот, заканчив работы по Кингисеппскому 5 сегодня-завтра должны закончить уже ну, остальные работы в рабочем порядке уже, в принципе, все сказали по косу травы по косу травы сейчас дополнительно помимо того, что дворники свои участки выкашивают взяли косим сейчас площадь неразграниченную которая от Кингисеппского шоссе до стадиона где мемориал вот, и дополнительные территории по мере возможности, когда дворники освобождается по своим закрепленным участкам заходим на остальные территории в рабочем порядке значит, в рамках года театра объявленным правительством России у нас в стране к нам с 18 июля по 26 июля приезжают артисты Московского театра наций театра на Васильевском театра на Литейном театра Кунградской области Эстонии и на территории Ивангорода будут проходить мастер-классы, тренинги ну, итогом станет показ спектакля то есть, вот, представители разных театров будут у нас жить в Ивангороде и на площадке Дома культуры как в Прусинке, так и здесь в городе будут проводить эти мероприятия 19 июля, значит, по инициативе пограничной службы будет проводить митинг на Кабиневском плацдарме где мы тоже примем участие и 20 июля и 21 июля у нас пройдут спортивные соревнования это пляжный волейбол и речной мяч посвященный Дню города место отдыха золотой пляж Хорошо, у меня тогда просьба в ближайшее время афиша должна быть мы со всеми мероприятиями определились с участниками определились поэтому давайте начнем По формированию заявки на 20-й год инициативной комиссии все прошло очень хорошо достаточно большое количество было народу очень конструктивно без лишних истерик хотя, конечно, вопросы к администрации были в части благоустройства Значит, в ходе работы были выбраны следующие направления для реализации в 20-м году ограждение тротуара по улице Пасторова до поворотных детильщиков искусственная неровность по улице Котовского около пятерочки пешеходный переход Гагарина-1, Гагарина-3 тротуар на Матросово 90 погонных метров тротуар вдоль Восточной-3 со стороны подъезда плюс входы в подъезды подходы и скамейки приобретение скамеек и малых архитектурных форм заявка сформирована подана в сроки уложились в сумму уложились общая сумма 2,3 миллиона хорошо подготовки города в праздник хотел бы обратить внимание на центр города у нас с вами есть там такой долгостройничный магазин где напротив связано забор ужасный ну просто как-то нам нужно обязать застройщика то что как-то привел в порядок этот объект во-первых обкасил и заменил забор что там просто действительно такой непрезентабельный центр города вот этот стол проявления аптеки который подперт он уже порядка трех лет какими-то блоками фундаментными и так далее входящими на проявлую часть надо с ним как-то разобраться ну все это дело некрасиво смотрится значит по проведениям инициативных групп там граждане воскрепляют еще вот таких текущих проблем я их всех вообще направил в администрацию идет просить убрать подчинить то что можно сделать быстро довольно-таки эффективно хорошо с мусором и до конца недели динамику жду по покосу травы